Привет, мои дорогие! Сейчас пробую записать видео. Я сегодня утром делала медитацию и расчищала поле от этого всего бесия. И до меня дошло, что мы перестали жить по законам Вселенной. Вот во всём есть баланс. Ну, например, представьте, лето, сильно много солнца, всё сгорит. Там много дождя, всё сгниёт. Вы много едите, будете толсты. У вас вывалит живот или жопу, или ещё какую-нибудь часть тела. Вот и мы сейчас в обществе находимся в такой ситуации, что мы стали поклоняться не своим родам, каким-то богам, всё равно кому. Главное – жить в любви. Мы перестали жить в любви, мы стали поклоняться деньгам. Да, любовь осталась, но любовь осталась к деньгам. А любовь к деньгам – это алчность, зависть, ненависть и всё такое. Сильно много негатива. Баланс поменялся. Даже вспомните советские времена, когда людей на чёрных воронках увозили, но люди шли на какие-то первомайские праздники, пели, танцевали. Мы сейчас всё это потеряли. Мы не танцуем, мы не поём, мы только смотрим негативные новости в интернете и кормим вот этот негативный эгрегор. Я уже рассказывала в предыдущих выборах, в видео, что мы делимся на негативные, позитивные эмоции и кормим вокруг себя духов. Творим такие эгрегоры, которые хотят есть. Одни едят положительные эмоции, другие – отрицательные. И вот мы своими негативными эмоциями уже накачали такой огромный эгрегор злости, ненависти всего. И он хочет есть. И вот до тех пор, пока в нас не проснётся любовь, пока мы не перестанем поклоняться деньгам… А помните, что было пару лет назад? Пять лет, я помню. Везде в интернете ходили вот эти всякие тренинги, как стать богатым. Да и сейчас этого полно. Вот мы уже тогда это раскачали. Мы поклоняемся сейчас только золотому тельцу. Но я думаю, вот сейчас вот в это время, это время, чтобы остановиться и подумать, что золотой телец – это не всё, что нужно поклоняться ещё каким-то другим богам. Вот я на днях смотрела фильм «Новый папа» и этот «Молодой папа» сериалы. Посмотрите, вот там про огромную любовь. Это хоть и про католическую, да, которая немножко там сейчас уже извращённая считается, но фильм про любовь. И вот этой любви у нас сейчас катастрофически не хватает. Если мы отвернёмся от денег, ну хотя бы наполовину, да, без денег нельзя жить. Жить нас загнали в такой ситуации, что без денег никуда не снимешь, квартиру ничего. Но хотя бы ограничиться в употреблении и перейти на какую-то духовную сторону, то, может быть, мы выйдем из этой ситуации. Пока я ничего, никакого выхода не вижу. А ещё, вот знаете, вот баланс потеряли, да. Мы, у нас огромное, ой, вот это вот эгоизм к себе, да. Как это назвать-то? Потеряла слово. Эго. Эго, да. У нас настолько раскачанное эго. Вот, смотрите, почему мы решаем, что корову в стадии, которая даёт мало молока, нужно зарезать на мясокомбинат, отправить, да, на мясо, на колбаску. А вот если у нас рождаются больные дети, там, болеют родственники, то мы всеми силами держим их и не даём им уйти. Да, сколько у нас в обществе сейчас больных, которых лечат на силу. Корову, значит, можно зарезать, да, а человеку умереть нельзя. И вот это всё неправильно, это всё не по законам, ни природы, ни вселенной. Всё, короче, пошло. Извините, пизде. Так что сами думайте и решайте, как вам лучше. И, пожалуйста, качайте этот эгрегор добра и любви. Делайте медитации, качайте свою сердечную чакру, иначе мы из этого дерьма никогда, люди, не выйдем.